Чемпионат 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 Ясное дело, что будут победители, будут побежденные. Всем желаю победы в душе, всем желаю хорошего настроения, всем желаю, чтобы их мечты, которые они на сегодняшний день для себя поставили, обязательно исполнились. Расскажите, пожалуйста, как называется ваша команда, как давно девчонки и мальчишки тренируются? Команда называется Динамит, они занимаются с сентября месяц, а сегодня дебютанты. Вы сегодня дебютируете? Да! Это самое-самое первое ваше выступление? Да! Но мы желаем вам удачи. Боитесь? Переживаете или уверены? Тренер смог вселить в вас настоящую уверенность? Уверена. Расскажите, пожалуйста, как настраиваете своих спортсменов перед серьезными стартами? Ну как? Во время тренировки мы работаем и настраиваемся, чтобы все было хорошо, никто не волновался и выступил максимально хорошо для себя. Возможно, есть какие-то особые секреты, улыбка или особая техника пинка. Наша улыбка – это секретное оружие. В данный момент спортсмены готовятся к стартам, а я вижу здесь необычную команду. Команда, которая полностью состоит из мальчишек. Как команда ваша называется? Фан-клю. Сколько лет в Чирлидинге? Я три года. Три года. За это время какие уже есть успехи? Первые места есть посольнику, есть и вторые, и третьи. Все есть. Олеся, вы работаете с командой ребят. Далеко не многие команды в нашем виде спорта могут похвастаться таким количеством мальчишек в командах. Расскажите, есть ли какая-то специфика, особенность работы именно с мужскими составами? Да, есть специфика. Скажем так, мальчишки они более активные, чем девочки, поэтому и дисциплина у них гораздо сложнее немножко. Поэтому приходится с ними использовать приемы каратэ, приемы борьбы, приемы дисциплины, соответственно, в таких видах спорта. Поэтому мы, скажем, с сотрудничами, я консультируюсь очень часто у мужских видов спорта, у тренировок, как они работают с мальчишками. Но больше строгости немножко с мальчиками и возможности использовать их инициативу. Потому что если они не будут чувствовать, что они нужны и могут свое что-то внести, вот в номер, например, да, или в ход тренировки, то им станет совершенно неинтересно. Поэтому стараемся дружить с ними. С мальчишками надо дружить. Настюш, ты уже являешься мастером спорта по чирлидингу, многократная чемпионка Украины. Расскажи, почему выбрала именно этот вид спорта? Ну, я выбрала этот вид спорта, наверное, потому что это командный вид спорта. Допустим, в гимнастике они все по одному, а здесь все команда, дружно, весело. В каких номинациях выступаешь? Сегодня? Давай сегодня. Сегодня в данс-команде и фип-хоп-команде. Хорошо. А в будущем себя тренером по чирлидингу видишь? Конечно, вижу. Хочу тренировать маленьких деток, ну, с маленьких детей делать, больших спортсменов. Отличные планы, а мы идем дальше. Девчонки, а куда вы красивые такие построились? Будем разминаться и готовиться к выступлению. А как вы обычно? Вы идете на разминку маршем с троем? Ну, да. Хорошо. Налево. Раз, два. Крошки, вы из какой команды? Как долго тренировались для того, чтобы выступить? Долго. Долго? Наверное, лет пять? Нет. Вот такие у нас спортсменки. Идемте выступать. Даша, Максим, по какому режиму живут настоящие чемпионы? Нужно заниматься дома, на тренировках и следить за собой. Сколько тренировок в неделю у вас проходит? Всего. Всего. Шесть. Наверное, штук пятьдесят. Шесть. Шесть летний. То есть это практически каждый день, да? Только один день выходной остается. А учиться вы успеваете? Да, мы успеваем учиться. Но вы в школе отличники или все-таки средняя учительница? Отличники. Еще и отличники. Настоящие звезды, они должны быть звездами во всем и в учебе, и в спорте. Вот и подошел к концу чемпионат города Каменского по чирлидингу. Мы не прощаемся с вами, а говорим до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!